Приветствую вас, друзья, приветствую вас, церковь. Знаете, вчера ехал в деревню и размышлял, говорю, ну, Бог, ну вот церковь есть. Знаешь, иногда же ты думаешь, ну вот мы ходим туда, вот люди приходят туда, мы приходим в воскресенье. Ну и что дальше-то вообще, вот что? Вот мы пляшем перед тобой, мы вот танцуем, мы деньги приносим, и не маленькие деньги, мы десятина отделяем тебе, а что дальше? Что дальше? И Бог мне начал показывать, Бог мне начал показывать нашу церковь. Он говорит, ну вот смотри, вот полтора последних года пандемия, пандемия жестко. Слушаешь одного проповедника, он рассказывает, как у него в церкви умирают там люди. Умирают люди. Очень много людей умерло за это время. Очень много. По всему лицу земли. Библия говорит, что в последнее время мрак покроет землю, и дальше как? Тьма покроет землю, и мрак народы. Он говорит, но над тобой воссияет свет. Он говорит, кто-то в вашей церкви умер, ты кого-то хоронил за это полтора года? Я говорю, нет. Были болезни, да, атаки были на наших родственников, на людей, на наших братьев, наших сестер, на мою маму. Я знаю, что вот у Саши, да, были атаки, но мы никого не хоронили за это время. Мы ни одного человека не похоронили. Почему? Потому что, он говорит, потому что я покровительствую вашей церкви. Мой покров, моя защита, и мои ангелы, они оберегают вас. Вы не просто так собираетесь. Моя рука, говорит, над вами, вот над этим местом, вот здесь, над этим собранием, лично. Он говорит, я простер свою руку. И знаете, я говорю, а в чем дело? Из-за чего так? Почему так? Где-то умирают, что там тебя нету? Он говорит, все дело в учении. Все дело в богословии. Если ты, говорит, знаете, он говорит, если ты держишься, да, за учение, если ты вцепился за учение, он говорит, я буду бодрствовать над учением. Понимаете, Бог, когда проповедник, он говорит, в последнее время, он говорит, не всякому духу верьте, испытывайте. Духов от Бога ли одни? Потому что много лжепророков появилось в мире. Раньше я смотрел, не каждому духу верьте, испытывайте духов. И знаете, я думал, что это вот какое-то развлечение духов у нас должно быть, от Бога или нет. Но дальше он говорит, ибо много лжепророков появилось. Он говорит, иными словами, кто такой есть пророк, есть лжепророк. То есть пророк, хоть лжепророк, хоть пророк, это тот человек, который говорит слово. И он говорит, не каждому учению, не каждому слову ты должен верить и доверять. И знаете, он мне показал, проповедь моя будет называться «Здоровое питание». Здоровое питание. Здоровое питание. Знаете, когда человек рождается только в семью Божью, в физический мир, в семью Божью, он младенец, его можно кормить хоть чем, он будет принимать все, он будет кушать все. Но когда ты взрослеешь, вот сейчас возьми людей, да, там 40 лет исполнилось, человек говорит, слушай, надо, оказывается, правильно кушать физическую пищу. Почему? Потому что это отразится на моем здоровье. И человек начинает уже выборочно. Вот это мне нельзя. Приходит в магазин, смотрит, вот это какие-то масла там, какие-то там вот что-то смотрит, вот это не надо, вот это пальмовое масло, вот это вот еще что-то. И он начинает уже отказывать. Почему? Потому что он зрелый человек. Он понимает, что если он будет жрать, что попало, то это обязательно отразится на его физическом здоровье. Амин. Так же и духовно. Понимаете, я как оцениваю? Бог показал, он говорит, послушай, вот посмотри на людей, которых ты воспитываешь, которые воспитываются в твоей церкви. Я говорю, и что? Он говорит, они повзрослели. Помните, апостол Павел говорит, когда я был младенцем, то помладенчески мыслил, помладенчески рассуждал и помладенчески говорил. Но когда, говорит, стал мужем, то есть когда я повзрослел, то оставил младенчество. И он говорит, зрелость в твоей церкви, говорит, людей, которые рядом с тобой, они определяют, как они мыслят, как они говорят и что они кушают. И сегодня смотришь, кто-то что-то проповедует, а ко мне уже братья подходят и говорят, слушай, это левак. В этом нет Бога, в этом нет истины. И для меня, как для пастора, знаешь, еще бы вчера ты бы радостно в ладоши хлопал и принимал бы за эту истину. А сегодня ты чувствуешь, говорит, нет, этим нельзя травиться. Иисус этого не говорил. За этим стоит какой-то левый душок, какой-то запах из преисподней. Я знаю присутствие Божье, я знаю Слово Божье. И я говорю, как пастор, говорю, слава Богу, что люди поднимаются, сегодня люди взрослеют, потому что просто так их на мякине уже не проведешь. Они уже знают запах Божьего присутствия, они уже знают Слово Божье. Просто так их не разведешь. Они уже не всякому проповеднику верят. Они сегодня разбираются в пище, от Бога ли она или не от Бога. Воздай славу Богу за истинную церковь, которую Бог насадил и которой Бог покровительствует. Знаете, для этого дома высвобожден ангел, который защищает нас. И он не позволил ни одному из нас, ни тем, кто принадлежит нашим семьям, умереть сегодня. Он защитил нас от этой пандемии, Он защитил нас от болезней, Он защитил нас от всякого проклятия. И знаете, Библия говорит, что в последнее время, в последнее время, 2 Тимофею 4.3, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут испирать себе учителей, которые бы льстили бы слуху». Вот оно, лжепророки. И он говорит, будет время, настанет такое время, что здравого учения его будут отвергать. А будут искать учителей, которые будут льстить слуху по своим прихотям. Это знаете, что такое? Он говорит, «Вот я хочу слышать то, что я хочу. Если учение идет в разрез моего «хочу», то я лучше пойду и найду себе другого учителя». Знаете, сколько людей? Вот смотришь, один ушел, второй ушел из церкви, третий ушел. И я как пастор думаю, «Может быть, я что-то неправильно делал? Может быть, я, может быть, моя жена, может быть, что-то неправильно сделал?» Он говорит, да нет, они просто пошли и выбрали тех, кто им удобен. Но они никогда не поменяются. Люди, которые уходят из церкви в другую церковь, они не меняются, их жизнь не меняется. Не меняется. Просто кто-то обрадовался, что ты пришел, кто-то сейчас будет год слушать твою чушь, которую ты будешь нести, а завтра скажут, «Да лучше бы ты оставался там». Или иди еще кому-нибудь найди. И когда тот учитель начнет говорить правду, то все масти они опять вновь вскроются. Ну, на самом деле, я не боюсь этого говорить. Почему? Потому что я, как пастор, я очень тщательно отношусь к тому, что я здесь говорю. И те люди, которые выходят за эту кафедру, у них особые требования. Библия говорит, не все делайтесь учителями, потому что есть осуждение, потому что Бог будет спрашивать с учителя. Я как священник, как служитель, которого Бог поставил в этом доме, я сегодня говорю, «Бог, я не хочу, чтобы ты меня судил. Боже, упаси меня от какой-то ереси, чтобы я кормил народ ересью, который не от Духа Божьего, который не от истины». Много, он говорит, немногие делаются с учителями, значит, много учителей, их просто не бывает. Потому что там другие требования, там другие стандарты абсолютно. И если учитель начинает ерундой заниматься, скоро этого учителя не будет просто. Аминь. Здравое учение. Сегодня, знаете, есть такое благодать, когда все позволительно. Да все, Иисус уже за все умер. Знаешь, когда ты приходишь в церковь, говоришь, мы три дня, мы постимся в начале каждого месяца. Кто-то говорит, о, а там не постятся, там вообще не постятся. Там другие учителя. А мы, для нас десятина, это закон. Это то, что открывает небеса. Заходи, брат, без тебя не начинаем. Это то, что открывает небеса сегодня. Я не могу сегодня лишать народ Божий благословения, не говорить, я не буду говорить о десяти дня. А то вдруг разбегутся. Послушайте, я был в церквях, которые живут за чужой счет. Они ждут какую-то благотворительную помощь откуда-то извне, из-за кордона. Знаете, меня такая церковь неинтересна. Неинтересна. Я сегодня не боюсь жертвовать. Я не боюсь сегодня говорить о жертвах, потому что я знаю, как это работает. Потому что я на своей шкуре. Я вообще стараюсь не говорить то, чего я не делаю. Это мой принцип. Если я этого не делаю, почему Иисус имел власть? Он учил как власть, имеющую, не как фарисеи. Потому что фарисеи только говорили, но не исполняли. Иисус, Он был исполнителем слова. И все то, что Он говорил, Он исполнял. Я не могу тебя принуждать. Я не могу тебе говорить, давайте пойдем в пост. А сам не пошел. Вас отправил в пост, а сам пошел кушать. Или говорю, давайте будем жертвовать по многу. А сам не делаю этого. Или давайте будем ходить, давайте будем молиться, давайте будем еще что-то делать. А сам в стороне. Нет. Все, что я говорю, я стараюсь это тщательно исполнять в первую очередь. Потому что Бог мне открывает, я это преломляю, провожу через свою жизнь и высвобождаю только для народа Божьего. И в этом есть сила. Знаете, Слово Божье, знаете, вот я тоже оцениваю как проповедников. Один проповедник вышел, вроде хорошее слово, пожертвование, а результат-то никакой. Почему? Потому что проповедники сами порой говорят Слово Божье, но не исполняют его. Поэтому и результата никакого нет. В этом силы нет, в этом власти нет. Когда ты выходишь, когда ты знаешь, когда у тебя есть свидетельство, когда ты... И люди по-другому реагируют. Почему? Потому что люди духовные, они понимают, что за этим стоит Бог. Это не просто слова, это слова, за которыми стоит сам Бог. Амин. 90-й Псалом. Псалом 90-й. Я посмотрел вообще по-другому сегодня. Бог показал мне 90-й Псалом абсолютно по-другому. Живущий под кровом Всевышнего под сенью всемогущего покоится. Здесь речь идет о покровительстве. Живущий под кровом Всевышнего под сенью всемогущего покоится. То есть покров Божий. Я живу под сенью Всевышнего. И я чувствую на своей жизни покровительство, защиту. И дальше он говорит, говорит Господу, прибежище мое, ты защита моя, ты Бог мой, на которого я уповаю. И дальше, он избавит тебя от сети ловцов, он избавит тебя от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его ты будешь безопасен. И дальше, щит и ограждение истины его. И знаете, я вот увидел это. Щит и ограждение истины его. То есть защита и покровительство приходит на что? На истину. Щит и ограждение истины его. И когда мы провозглашаем истину в наших церквях, вот над такими церквями есть покровительство Божие. И дальше, что он говорит? Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и никакая язва, она не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех твоих путях. На руках понесут тебя, и не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида, Василиска, наступишь, попирать будешь льва и дракона. Потому что ты возлюбил его. Он избавит тебя. Он защитит тебя. Потому что ты познал имя его. И когда ты воззовешь к нему, он обязательно услышит тебя. И с тобой он будет скорби. Он будет избавлять и прославлять тебя. И долготою дней он будет насыщать тебя и являть тебе и мне спасением мое. И вот знаете, вот можно это провозглашать, но здесь ключевые слова, щит и ограждение истины его. Познай истину, и истина сделает тебя свободным. Знаете, что такое истина? Истина это не когда тебе просто гладят по головке. Вот эти лжи-учителя и лжи-пророки, которые тебе говорят, да, все равно. Вот как живешь, вот так и живи. Иисус уже за все заплатил. Он все уже сделал на кресте. Поэтому вообще не обязательно ни в церковь ходить, ничего не делать, ни смиряться, ни быть послушным, ничего не надо. Иисус, вот этот красавый Иисус. Мы что, просто так его прославляем? Он же все уже сделал. Что ты просто так славишь его? Вышел с утра, поблагодарил, милость Божья обновилась над тобой и вообще и все, и больше ничего не надо. Все Иисус уже совершил. Нет, это ложь. Это лжи-учителя. И те люди, которые хотят грешить, те люди, которые хотят бунтовать, те люди, которые не хотят смиряться, ничего не хотят делать. Для них эти учителя выгодны. Но поймите, ты можешь выбрать сегодня выгодного учителя, который будет льстить тебе. Но там Бога не будет. И там будут проблемы. Там не будет защиты, там не будет покровительства, там ангелов не будут. Потому что ангелы, они реагируют исключительно на истину Слова Божьего. Даже если это неудобно. Даже если это некомфортно. Амин. Первое Тимофею 3, 14, 15. Можно вывести? А мы выводим, да? Слава Богу. Первое Тимофею. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе. Дальше. Чтобы если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть, Церковь Бога Живого. Столб и утверждение истины. Он говорит, я приду, но может такое произойти, что я замедлю. И говорит, я пишу тебе, Тимофей, учитель, чтобы ты знал, чтобы ты держал истину, чтобы я не пришел, а там вообще непонятная атмосфера, непонятное богословие, непонятное учение. То есть Тимофей, он должен был сохранить ту истину, которую апостол Павел закладывал в основании этой церкви. Это была цель Тимофея. Он говорит, может такое получиться, что я замедлю. Но я пишу тебе, чтобы ты знал, чтобы ничего не поменялось. Знаешь, обычно, знаешь, пастор меняется, все меняется. Пусть все меняется, если в этой церкви нету Бога, я не против. Но если в этой церкви есть Бог, который защищает, который оберегает, приходишь, а не надо уже поститься, трехдневный пост не нужен. Жертвовать не надо, что хотим, то и творим. И ты смотришь, в такой церкви начинаются проблемы. Почему? Потому что Бог уходит, покровительство уходит, защита уходит. Смотришь, одно поражение. Он говорит, не приблизится никакая язва, язвы приблизились. Ничто не произойдет. Смотришь, какие-то несчастные случаи начали происходить. У кого несчастные случаи за полтора года произошли? Кто-то в аварию попал особенно. Наши даже если попадали, то Бог защищал, еще больше давал. Но я не помню, может быть, я не в церкви живу, но я не помню, чтобы у кого-то из вас такие какие-то серьезные, глобальные проблемы были. Поговорить с другими людьми у них постоянно, они только о проблемах говорят. Мы не просто так здесь бьем воздух, мы не просто так. И Бог говорит, я защищаю всех тех, кто соединен с тобой. Как я тебя защищаю, как я твой дом защищаю, твою семью, твоих детей. Те люди, которые открыты для этого служения, те люди, которые принимают это служение, то же самое покровительство, оно приходит на их дома и на их семья. Аминь. Столб и утверждение истины. Ибо церковь есть столб и утверждение истины. Столб он не передвигается. Столб он держит всю конструкцию. Если мы начнем передвигать, если мы скажем, помните, как апостол Павел говорит, вот, говорит, если я начну другое Евангелие, говорит, проповедовать, да будет мне анафиг. Вот если я перекрашусь, если я вдруг начну барагозить что-то, говорит, да просто меня куда-нибудь выбросите куда-нибудь и все. Послушай, я благодаря этому учению научился верить, я научился слышать голос Бога. Как я могу сказать, нет, я сегодня вот-вот-вот все по-другому сейчас. Если мне это учение, если мне это покровительство дало сегодня вообще путевку в жизнь, да, я сегодня живой, у меня сегодня есть семья, у меня сегодня есть дети, у меня есть служение, у меня есть. Как я могу от этого отказаться, сказать, нет, я сейчас буду по-другому как-то. Да я не смогу. Я не смогу взять себе и пуповину вот эту перерезать. Ну, никак не могу. Я знаю, кто меня научил верить. Я знаю, кто научил меня слышать голос Божий. Я знаю, какое учение повлияло на мою судьбу, на мое призвание, вообще на мою жизнь целиком и полностью. Ты же не можешь от своего физического отца отказаться. Сказать, нет, это не мой папа. Я его не знаю и вообще ничего общего с ним не хочу иметь. Первое Тимофею 4,6. Первое Тимофею 4,6. «Внушаясь ее братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Знаете, так важно, чтобы то питание, которое ты здесь слышишь, чтобы оно питало твою веру, чтобы твоя вера возрастала. Чтобы ты переходил от силы в силы, от славу в славу, чтобы ты видел свидетельства чудес Божьих. Знаете, чудеса Божьи, они не окончились, не закончились. И в этой церкви тоже. В этой церкви много чудес. Первое, что мы все живы и здоровы, это уже чудо. Хотя сегодня мрак реально покрывает все во всем. Это не просто там где-то в каком-то деревне какой-то там свинячий гриб или еще что-то там произошло. Это глобальная пандемия, которая коснулась вообще всего человечества. Мы сегодня живы. Сегодня поговорим о экономических чудесах. Да больше, чем уверен, что здесь есть люди, у кого произошли во время пандемии, во время кризиса. Бог нам дал молитвенную базу в Краснодаре. Молитвенную базу. Мы купили ее за 4,5 миллиона. У нас вообще денег не было, ни копейки. Я не знаю, как это произошло. Рядом дом абсолютно такой же, в точности такой же. Его выставили на продажу за 15 миллионов. Да, может быть, он чуть получше. Они говорят, мы за 13 мы готовы отдать. Я говорю, спасибо, мы уже купили. Что это? Не экономическое чудо? Это экономическое чудо. Поговори с каждым из вас. Я не вижу, что вы голодаете. Я не вижу, что вы голые, раздетые. В этот момент Бог что-то делал. В вашей жизни. Как-то питал, как-то благословлял. У нас так много чудес. Почему? Потому что наша жизнь с Богом. Мы в правильной церкви. Мы в правильной церкви. У нас правильный Господь Бог. И дальше будет еще лучше. Даже если плохо, все равно лучше. Я знаю, что он нас не оставит. Он нас не покинет. Амин. Он судьбами правит. Он нас защищает. Он не покинет тебя. Я молюсь сейчас. Закрой свои глаза. Я молюсь, чтобы это покровительство, это защита. Чтобы твой покров, Господь, твоя слава, твоя сила, твое облако славы, Господь, она наполнила церковь твою, твое покровительство в этом доме, твоя защита, Господь. Пусть никакая болезнь, пусть никакая немощь, пусть никакая нищета, она не прикоснется к Божьим детям, к Божьему народу. Я разрушаю всякие страхи, я разрушаю всякое неверие, я разрушаю всякие сомнения во имя Иисуса. Дух Святой, принеси, Господь, принеси откровение, принеси обетование, на которое бы каждый из нас мог опереться во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. 1 Тимофею, 4 глава, 7 стих. 1 Тимофею, 4 глава, 7 стих. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестие». Вот знаете, что-то ты можешь принимать, а что ты должен отвергнуть. И когда тебе говорят какие-то бабьи басни, я не знаю, что это, откуда это, бабки там, я не знаю, бабы, женщины, я не знаю, но почему-то женщины. Женщины, они особо одаренные в каких-то вещах, они любят поговорить лишнего, да, и вот он говорит, послушай, будут негодные бабушки, нет, баб, женщины. Ну и, короче, вот, что написано, вот представь, представь апостол, вот представь апостол Павел, да, Павел приходит к Тимофею и говорит, слушай, короче, там бабки будут, короче, рядом, они будут нести такую пургу, говорит. Ну ты, короче, как бы, ну, знай, что это будет. Отвращайся, не слушай бабок, вот этих вот басней, вот, знаешь, вот зрелый человек, он способен отличить вот эти бабьи басни от здравого учения. Зрелого человека не проведешь, ты ему не намажешь, а ты знаешь, твой пастор, вот у него там, ты скажешь, ты бабка, сорвись отсюда. А вот у вас какая-то церковь, бабка, сорвись. Ну, вежливо как. Вот как, как вот, не, ребята, я вам говорю, если ты будешь слушать, питаться баснями какими-то, ты траванешься, ты траванешься, и покровительство Божье, оно закончится на твоей жизни, атмосфера, ангелы перестанут, он говорит, я покажу разницу между служащими и неслужащими. То есть это все реально, это все реально из-за каких-то неправильных вещей, когда ты себе позволяешь какие-то вещи, когда ты какие-то вещи допускаешь в своей жизни. Да, мы все сдаем экзамен на верность, это сто процентов, друзья, я это понимаю, я сам на своем уровне также сдаю эти экзамены. Ну, не торопись, не торопись, во-первых, слушать и сам не будь вот этой бабушкой, которая питается баснями и еще распространяет эти басни худую молву. Придерживайся здравого учения, следи за оборотами, следи за градусами, следи за атмосферой, которая в церкви, которая на тот дух, то присутствие, которое имеет твой священник, твой служитель. Ты в этом, ты под покровом, когда ты соединен с этим, ты под покровом и защитой. Ну, посмотри, ты просто посмотри, он говорит, наблюдая за праведником, наблюдая за праведником, просто посмотри, просто внимательно посмотри. Бог так сильно сегодня нас благословляет, из-за чего? Из-за веры. Я об этом говорю, я это не скрываю. Это очевидно, успех, он очевиден сегодня для многих. Кто-то завидует, кто-то ерунду какую-то собирает, не все равно, я иду дальше. Я иду за Христом, мне все равно. И сейчас наша команда, мы поехали, Бог нам открыл еще один регион. Знаете, наша церковь, Бог провозгласил несколько служителей назад, что это будет миссионерская церковь. Он говорит, она была изначально миссионерская, и здесь воспитываются миссионеры. Здесь мы не просто благотворительностью занимаемся и заманиваем людей в церковь именно благотворительности. Вот пакетики, вот придите, покушайте, о, сто человек, аллилуйя, пакетики съели и больше никого нету. А что завтра пакетики будут? Нет, пакетиков не будет. Но мы тогда не придем. Миссионеры – это другое учение, друзья. Миссионерская церковь – это другая пища. Понимаете? Не просто мы вот здесь вот просто решаем проблему. Ой, ты обиделся, ну мы сейчас тебя догоним. Ой, прости, пожалуйста. Послушай, миссионеры – это солдат, это десантник какой-то, это какое-то высшее подразделение. Соответственно, если мы будем вот этой вот молочком вот этим питать вот этих людей, они такие слабенькие младенцы и останутся неспособные ни на что. А не надо жертвовать, не надо поститься, не надо быть послушным, не надо смиряться. Вот лишь бы приходил ты, чтобы мы могли сфотографировать тебя и сказать, какая у нас большая церковь. Нам не нужна большая церковь. У Иисуса 12 было, но они просто шороху такого навели. Они были заряжены нереально. Апостолы приходили в город, и город приходил в движение. Почему? Потому что они были помазаны Духом Божьим, силой Божьей. Можно 90 человек прийти, ничего, даже город не поймет, что ты в городе. Мы сегодня работаем, знаете, пища, какой пищей мы будем кормить людей, сами будем питаться, она будет определять качество церкви, качество атмосферы в церкви, качество помазания в церкви. А помазание, оно будет работать на твое, на тебя. Если будет облако, да, висеть, то, соответственно, и в твоей жизни что-то будет хорошее. Можно уже потихонечку, мне кажется, играть, да. Хочу помолиться, друзья, мы сейчас, считай, можно сказать, основная команда, да, то есть Безносовы, Ануфриевы, мы сейчас поедем, да, и мы будем месяц жить. В Краснодаре там будет молитвенная школа, там будет конференция сильная, это новый регион. И здесь вот, понимаете, здесь вот Григорий, встань, Григорий, встань. Вот Григорий остается за старшего здесь. Я знаю, что здесь есть верные люди, Александр, много, не буду всех перечислять. Пожалуйста, вот принимайте его как меня. Все вопросы, которые будут возникать, просто обращайтесь к нему, помогайте. Знаете, хочется вернуться сюда через месяц или что, и посмотрите, скажите, «Слушай, ну здесь ничего не поменялось, здесь атмосфера Царства Божьей, здесь Бог, здесь истинное здравое учение, люди не отравленные, люди питаются нормальной, здравой пищей, переживают Божьей присутствии». Поэтому давайте будем помогать друг другу. Я знаю, что придет время, я не знаю, кому-то два года надо побыть, да, чтобы возрасти в познании Господа и поехать на миссию. Кому-то год, кому-то пять, кому-то шесть, но я знаю, у нас потенциально, у нас много семей, послушайте, увидите, у нас много семей, хороших семей. Я не слышу в моей церкви, что-то, кто-то кому-то морду бьет в семье. Хотя вот так поговори, это сплошь и рядом, я не слышу этого. Чтобы в наших семьях беспредел, какие-то измены, ко мне не приходят, вот муж изменяет, или может я что-то, нет. Но нет он у нас, пусть у нас не так много, но у нас такого нет. Мужья верны своим женам, жены верны своим мужьям. И мы этого можем не видеть, не замечать, сказать, а у них вот такая большая церковь. Ты что, ты же не знаешь, что там происходит в этой большой церкви вообще. Ты же внутреннюю кухню-то, ты не знаешь, ты видишь, тебе же показывать, тебе же показывать-то все не будут. Тебе вот вершки, ты посмотрел. Знаешь, где есть качество, там не может быть многолюзий. Сам Иисус говорит, вот есть узкий путь, и немногие избирают, есть широкий путь. Переключиться на широкий путь я не буду. Хотите, найдите другую церковь. Найдите другое учение, найдите другого пастора. Это ваш выбор, Бог дает сегодня выбор каждому. Хотите возрастать, хотите возрастать в качестве. Я вам точно хочу сказать, это место, это дом от Бога. И Бог покровительствует этой семье. Давайте встань на нашу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok